Мы продолжаем, друзья, как мы вам обещали, сейчас в прямом эфире мы разыграем несколько электронных карт, но об этом нам подробности расскажут наши гости, которые пришли к нам. Да, у нас сегодня в гостях руководитель проекта электронного билетирования города Бишкек Арсен Кандахчан, а также директор муниципального предприятия Бишкекское троллейбусное управление Омурзаков Артур. Доброе утро! Доброе утро! Рады вас приветствовать! Приходите, присаживайтесь. Здравствуйте! Ну, во-первых, позвольте выразить слова благодарности, что, наконец-таки, цифровизация такого характера прибыла и в Кыргызстан, к нам в Бишкек, в частности. Это действительно очень упрощает жизнь. Скажите, когда вообще вступил в силу проект, который называется Тулпар? Доброе утро! Спасибо, что пригласили. Сам проект начался задолго до, скажем так, 1 марта, который объявлен официальным стартом. Да, но 1 марта объявлен официальным стартом, после которого необходимо оплачивать проезд картой Тулпар в общественном транспорте. Давай тогда сейчас мы телезрителям напомним, чтобы они очень внимательно слушали нас, потому что вся информация, которая будет передаваться от нас, мы от этой информации будем задавать вопросы. Да, действительно, сегодня наши гости подготовили 5 карт, которые вы сможете выиграть. И для этого необходимо прямо сейчас очень внимательно слушать наше интервью. И в конце мы зададим несколько вопросов, ответив на которые пятеро наших телезрителей получат призы. Ну и задаем вопросы, собственно говоря, которые в конце можно будет тоже нашим телезрителям узнать. Во-первых, где можно приобрести эти карты, сколько они стоят и как их пополнять? Карты можно приобрести в салонах мобильных операторов и в отделениях Кыргиз-Почтасы. Карта стоит 50 сон, стоимость карты уже включена одна поездка. То есть приобретая карту, вам нет необходимости бежать ее пополнять, вы можете смело ее использовать в транспорте. Точно так же вы можете приобрести ее и у водителя. То есть приобретая водителя, сразу же оплачивая поездку на месте в транспорте с помощью валидатора и карты. С 1 марта до сегодняшнего дня успехи, то, что вы планировали, как идут вообще дела у вас? Ну, скажем так, проект непростой. Да, то есть надо понимать, что он включает в себя не только изменения оплаты, но и также правила прохода в транспорт. То есть, опять же, официально с 1 марта проходить транспорт надо через переднюю дверь, сразу совершая оплату. Ну, мы понимаем прекрасно, что люди за десятилетия привыкли совершенно по-другому. И по щелчку в один момент это не происходит, как бы мы ни хотели. Поэтому приходится людям привыкать к этим изменениям. Ну, в совокупности с оплатой, опять же, карты, да, с новыми устройствами, куда прикладывать и так далее. Безусловно, проект идет, он складывается не идеально, это нормально для такого рода проектов. Но, тем не менее, с 1 марта мы фиксируем увеличение кратных платежей по картам Тулпар, да, за проезд в общественном транспорте. Ну, нас это не может не радовать, конечно. Да, я тоже наблюдала вообще за всем этим процессом и настолько душа грелась, что наконец-то действительно такие удобства созданы. И читала буквально вчера новость о том, что заработная оплата наших водителей поднимется на порядка 80%. Да, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, как это будет работать. Ну, здравствуйте. Прежде всего, мы должны понимать, сколько будем собирать выручки. Этот проект, он создан, чтобы было все прозрачно. То есть, когда будет понимание, сколько мы будем собирать выручки, от этого будем исходить и повышать заработную плату. Будет там несколько моментов, что будет влиять на их зарплату. Это как в виде премии, допустим, санитарное состояние, сколько он там также продал этих карточек. Это все будет прибавляться к его заработной оплате. То есть, у нас план есть уже, болванка, и когда полностью реализуется проект, мы будем уже рассматривать именно уже точно повышение заработной оплаты. Только после этого, да? Да, потому что нам для этого нужны точные цифры. Вы же понимаете, это финансы, поэтому... А как нашим водителям, вот если, я думаю, многим это известно, они вот работают наличными, и сейчас уже перейдут электронным картам, они будут сами тоже продавать, да? Да, да. В настоящее время у нас уже во всех троллейбусах идет реализация также. Параллельно компании Тулпар, они продают точки реализации, мы также продаем троллейбусы. То есть, если пассажир захочет приобрести, он может обратиться к водителю и приобрести этот троллейбус, эти карточки. Какого характера общественный транспорт оснащен? На сегодняшний день этими карточками, я так понимаю, это троллейбусы, входят ли в их число автобусы, и когда будет маршрутное такси, тоже оснащено такого характера возможности. На текущий момент оснащены, собственно, устройствами, да, по названию малидатора, все троллейбусы и автобусы, которые относятся к муниципальному транспорту. Именно к муниципальному, потому что есть автобусы, которые принадлежат коммерческой компании, с ними пока договор не подписан, но точно так же мы планируем распространить это и на них. Но здесь нам, безусловно, нужна будет поддержка в администрации города, поэтому этот процесс немножко, скажем так, отложен. В дальнейшем, да, безусловно, на всем транспорте будет установлена система для оплаты картой, чтобы электронное билетирование распространялось абсолютно на весь транспорт, а не только муниципальный. Но, опять же, это будет идти уже следующим этапом, потому что перевозчиков частных гораздо больше, чем два муниципальных, и требует проработки также с точки зрения документальной части. Мы вне эфира разговаривали о том, что есть представители, для кого эти карточки предоставляются бесплатно. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, ну, собственно, есть три вида карт, да, у меня образцы есть. Это виды карт, в принципе, их три, синие, зеленое и красное. Да, я просто не знаю, насколько это видно. А можно продемонстрировать? Да. В чем различие цветов и в чем преимущество, собственно, в чем можно использовать. Синяя карта – это стандартная карта для любого гражданина. Она 150 сон, в ее стоимость включена одна поездка, она приобретается, как я сказал, в наших пунктах распространения, в транспорте непосредственно у водителей. Она может являться также проездным. Есть небольшое непонимание в части проездного. Это не еще одна карта. То есть, поскольку все-таки это электронное билетирование, то в данном случае при регистрации в системе у вас есть возможность купить электронный проездной. Это некая виртуальная такая сущность. И вы привязываете ее уже непосредственно к физической карте. После чего система понимает, что когда вы приложили эту карту, к ней подвязан электронный проездной, и его стоимость – 495 сон в месяц, без ограничений поездок. То есть, это без дымит, да? Да, абсолютно. В этом, собственно, это для синей карты ничего особенного. Опять же, могут пользоваться все, кто хочет. Зеленая карта – это карта для школьников. Ее необходимо получать, предварительно оформив заявку через школу. То есть, грубо говоря, если ученик пожелает ее оформить, он должен обратиться в школу. Школа составит список централизованно с фотографиями. Как вы видите, здесь есть область для печати фотографий, поскольку карта действует на период ученика, когда он учится. На учебный год? На учебный год, в принципе, на все 11 лет, когда он учится, да. Это данные эти забиваются в систему, и, грубо говоря, после окончания обучения он теряет право льготы. В чем заключаются льготы? Льготы заключаются в том, что можно приобрести проездной стоимостью 175 сон. Это основная льгота. Месяц без ограничений поездок, да. Именно на зеленую карту. На синюю карту купить проездной за 175 технически вы просто не сможете. Ну и красная карта – это также именная карта. Как вы видите, тоже здесь область для печати фотографии владельца. Эта карта дает право бесплатного проезда для льготных категорий граждан, к которым относятся пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, которые проживают, соответственно, в городе Бишкек. Выдается она в наших пунктах выдачи, также по приглашению непосредственно в МТУ, где организованы пункты выдачи. Она абсолютно бесплатна. Выдается в течение 5-7 минут при наличии пенсионного удостоверения и удостоверения личности паспорта. Никаких дополнительных там печати, соцфонды и так далее ходить не надо, как это где-то ранее заявлялось. Соответственно, гражданин приходит, его фотографируют в течение 5-7 минут, при нем же ему эту карту выдает, все, он может ею пользоваться. Проезд на ней абсолютно бесплатен. Здорово. Давайте продемонстрируем, как пользоваться этими картами. Вот мы видим, что вы взяли с собой специальный аппарат. Как необходимо ею пользоваться? Да, ну, собственно, валидатор – это пример того устройства, которое установлено в транспорте. Да, оно установлено на поручни, здесь оно у нас стационарно. Здесь табло, к нему прикладывать необходимости нет никакой карты, поскольку оно невосприимчиво. На валидаторах мы уже сделали указатели, куда прикладывать, и непосредственно здесь вот таким образом это выглядит. Абсолютно просто. Да. Если можно, затрону один момент, который часто возникает у граждан, можно ли оплатить синей картой за несколько людей? Можно, безусловно, если эта карта не проездной, потому что проездной… Говорит несколько раз. Да. Здесь нюанс, который хотелось бы продемонстрировать. Люди говорят, что не работает. Работает, но интервал должен сохраняться в течение двух секунд. Нельзя приложить карту, потому что вдруг вы случайно приложили, у вас спишутся лишние деньги, да, будет конфликт. Соответственно, вы один раз приложили, если вы дальше начинаете прикладывать, две секунды не истекает. Система говорит, что карта уже была обнаружена и не дает нам списать, потому что необходимо, чтобы прошло две секунды. Соответственно, две секунды проходят, вы дальше можете пропускать столько людей, сколько вам необходимо, в зависимости от того, опять же, есть ли у вас баланс для этого. Правильно ли я понимаю, что такого характера действия можно совершить только с картой, где есть финансовые средства, а вот когда это месячный абонемент, это не работает, верно? Да, безусловно, потому что месячный абонемент, это исключительно для одного человека, ну иначе все бы ходили с месячным и пропускали бы полмесячных, безусловно. Конечно, здорово. Вопрос, вдруг если он перестанет работать в тот момент, когда уже заходит пассажир, он не работает, но у него весь баланс в этой карте, что делать? Технически, валидатор, если неисправен, машина должна сниматься с рейса. То есть, в данном случае мы говорим, что если валидатор не работает, то это сложности уже непосредственно оператора и перевозчика. А пассажиру можно проехать бесплатно? Да, получается, что так. А если, допустим, человек сел в общественный транспорт, но у него, допустим, осталось всего лишь 20 сомов, он не имеет возможности приобрести карту, и может ли он пока сейчас временно оплатить, просто, не знаю, эти 20 сомов дать? Ну, смотрите, вот опять же, была буквально вчера пресс-конференция, да, и нас, скажем так, укоряли в том, что граждане платят до сих пор наличными. Безусловно, это уже с точки зрения формальности идет нарушение. Но, как я сказал, люди привыкли, да, в течение десятилетий к данной процедуре, и два месяца, которые были отведены под пилот, безусловно, мы понимаем, они недостаточны. А применять какие-то жесткие меры и заграничения, ну что, мы будем выгонять людей из транспорта? Нет, конечно, мы к этому не готовы, потому что прежде всего этот проект идет для города, для горожан. Поэтому мы идем на встречу, и, безусловно, люди сейчас оплачивают. Но мы всячески настоятельно напоминаем о том, что необходимо оплачивать картой, потому что в определенный момент оплата будет запрещена на уровне просто банального приказа водителям, да. И вот чтобы не доводить уже до таких крайностей, когда могут возникать конфликты, людям необходимо начинать уже активно пользоваться. И первое число показало, что, безусловно, первый скачок был, люди поняли, они начали приоритет, они начали пользоваться. Но, опять же, спасибо, что пригласили. Есть возможность напомнить еще раз гражданам, чтобы они начинали пользоваться картой Тулпар. Прикладывать любой стороной к карту? Да, да, безусловно. То есть вы можете приложить ее и так, соответственно. Так и так. Если бы пройдет чудный, соответственно, можете и так. У меня есть к вам вопрос, мы можем присесть. Поскольку сейчас все переживают за свое здоровье, и можно видеть озадаченность касательно этого вопроса. Мы понимаем, что общественный транспорт – это огромное скопление людей. Какого характера действия совершаются для того, чтобы обезопасить всех наших гаражан, которые пользуются общественным транспортом? Да, и после работы вечером, когда заезжает техника, она обязательно проводится мойка, мойку проводят. И потом перед выездом наши тоже сотрудники обрабатывают троллейбусы. И в каждом троллейбусе мы закупили маски. То есть пока водители их не носят, ну когда, если будет такая нужда, то есть они будут носить эти маски. То есть мы уже полностью укомплектовали. Во всех троллейбусах есть маски. И каждый день перед выездом проводится санитарное состояние и обработка. Здорово. Ну что ж, давайте зададим вопросы те самые для наших телезрителей. Можно, в принципе, один или два вопроса задать. Какие вы считаете нужны? Ответы на которые мы уже дали в прямом эфире для того, чтобы разыграть пять таких карточек. Да, а я напомню телезрителям наш номер ватсапа. Если вдруг вы уже знаете правильный ответ, тогда непременно отправляйте ответ на номер 0502-19-33-91. 0502-19-33-91. Итак, какие вопросы будут заданы для того, чтобы разыграть эти карты? Ну, давайте зададим вопрос следующего характера. Какая льгота распространяется на зеленую карту? Сколько стоит проезд по красной карте? Так, дорогие друзья, у нас есть два вопроса. Какая льгота предоставляется для владельцев зеленой карты? И сколько стоит проезд через красную карту? В принципе, вопросы достаточно простые. Кто слушал внимательно, он сразу же сможет дать ответ. Спасибо вам большое. Хочется отметить, что здорово, что наконец-таки у нас действительно в Кыргызстане появилась такого характера электронная возможность оплачивать и просто брать абонемент. Это действительно удобство. Всем авторам и людям, которые поддержали этот проект, огромное спасибо. И напомним, что у нас сегодня в гостях были руководитель проекта электронного билетирования города Бишкек Арсен Кандахчан, а также директор муниципального предприятия Бишкекское троллейбусное управление Омур Заков Артур. Да. Мы идем дальше, уважаемые телезрители, и ждем ваших сообщений, ждем ваших правильных ответов.